В усадьбе Гребнева завершился трехдневный бизнес-фестиваль «День предпринимателя». Здесь читали лекции, проводили дискуссии и организовали открытый диалог между представителями бизнеса, местных властей, депутатами и теми, кто мечтает о собственном деле. Предприниматели обсудили с экспертами юридические, правовые и налоговые аспекты своей деятельности, а также представили презентации инвестиционных проектов профессиональному жюри. Мы производим оборудование по очистке и упаковке кокосов, а также сами чистим их и упаковываем и продаем. Как и 15 различных стартапов, очень классных, из разных сфер. А представил я его для того, чтобы привлечь здесь инвесторов, чтобы дальше развивать бизнес. Мне кажется, самое главное, это просто не бояться ездить на такие конференции и пробовать. Можно начать с онлайн-конференции, а дальше уже просто приезжать, слушать как раз-таки инвесторов, которые указывают на ошибки, и просто стараться делать и не останавливаться. Мы занимаемся инвестициями в загородную недвижимость, то есть строим дома на продажу, тем самым зарабатывая деньги для клиентов, для инвесторов, и делаем классные проекты для конечных покупателей. Сегодня здесь найти инвесторов. Здесь очень классное сообщество, отфильтрованное, то есть реальные предприниматели. Не те, которые хотят показаться, а те, кто в настоящем есть. Поэтому я сюда и пришел. Молодые руководители получили консультации экспертов и смогли найти потенциальных инвесторов. На бизнес-фестивале также обсудили меры поддержки начинающих предпринимателей. В Подмосковье они могут получить различные субсидии. Например, финансирование до 50% затрат на закупку оборудования. Московская область снова в тройке лидеров нацрейтинга инвест-климата в Российской Федерации. Это говорит о том, что условия для ведения бизнеса и развития новых проектов достаточно хорошие. Если также посмотреть показатели, я сейчас прямо в процентах не скажу, но и рост численности МСП достаточно внушительного в Московской области. За счет чего? Это за счет целого набора мер поддержки от старта новых бизнесов, развития действующих, отдельной поддержки для крупных инвестиционных проектов. Считаю, что лучшие условия для ведения бизнеса, конечно, в нашем Щелковском округе. Спасибо нашему главе, Булгакому Андрею Алексеевичу, который, конечно, ну просто по-человечески, с душой, с любовью относится к каждому человеку, который ведет свой бизнес в Щелково. Поэтому, друзья, открывайте свои бизнесы в Щелковском округе. Для участников были организованы дискуссионные площадки, круглые столы, выставка мебельной индустрии и дизайна, а также подготовлена обширная досуговая программа. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.